Я обыкновенный русский человек. Таких у нас в Союзе очень много. Его история во многом является, может быть, лучшим примером фальсификации истории космонавтики. Его записали в группу литейщиков-формовщиков, потому что у него образование было всего шесть классов. Юра, если видел новое оружие, обязательно обменивался. От мин, осколок остался в пальце вот сейчас. У него немножко затруднения было. То есть он не был пилотом от Бога. Живя вот в это сталинское время, он лукавил неоднократно. А Гагарин сам был крещён? Да, все дети крещённые. Потом Гагарина приглашают в Москву. И Хрущёву предложили две кандидатуры – Юрий Гагарин и Герман Титов. Я всегда говорю, Герман Титов, ну чего вы так переживаете? Юрий Алексеевич был коммунистом на тот момент, а Титов нет. Много неполадок, мало испытаний, на всём печать спешки. И вот Королёв принимает решение. Желаю вам доброго полёта! Поехали! Я зову один, мы желаем вам доброго полёта в Юрий Гагарин! Поехали! Привет, друзья! Мы в Москве, на площади Гагарина. Самого светлого героя в советской, а, возможно, и во всей русской истории. И знаете, я давно хотел про этого человека рассказать. Потому что он очень важен для всех нас. Он – то, что нас всех объединяет. Скажи, Гагарин и любой русскоязычный человек, независимо от того, во что он верит, как он относится к Путину, где он живёт, начнёт улыбаться. С другой стороны, Гагарин – это важнейший источник легитимности сегодняшней России, наряду с победой 45-го. Вот в следующем году будет большой юбилей, 60 лет его полёта. Я уверен, он будет отмечаться очень пышно. И при этом, много ли мы с вами знаем об этом человеке за пределами того, что он слетал в космос, офигенно улыбался и погиб молодым? Что мы, например, знаем о его бедном толхозном детстве, о братья и сестре, которых угнали на работу в Германию, о его парадоксальном везении, которое вело его сквозь жизнь, и при этом сложном характере, настолько, что многие его не любили, иногда настолько, что устраивали ему тёмную? О том, как складывались его отношения с женщинами, о том, как изменила его всемирная слава, в буквальном смысле оставившая шрам на его лице, как прошёл сам тот знаменитый полёт, и один из главных вопросов, что стало причиной гибели Гагарина. Мы съездили во многие места, связанные с его жизнью, поговорили с людьми, которые знали Гагарина лично, таких ещё довольно много осталось, и поняли, что история, которую мы хотим вам сегодня рассказать, получается настолько большая, настолько крутая, что впервые в истории нашего канала я принял решение разделить её на две серии. Поверьте, из жизни Гагарина получился бы и отличный сериал. Мы гордимся подвигом Юрия Гагарина! Его история во многом является, может быть, лучшим даже примером фальсификации истории космонавтики. Почему? Дело в том, что в советские времена он изображался как безупречный герой, как некий гений даже, который с младых ногтей занимался ракетостроением, космонавтикой, полётами. И вот, собственно, советская власть помогла ему реализовать этот потенциал. Это не так, это неправда. Он был, в общем, нормальным человеком, сыном своего времени. Я обыкновенный русский человек, таких у нас в Союзе очень много, такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Второй вот этот миф уже постсоветский, он, наоборот, выискивал какие-то негативные стороны его личности, что он там был коммунист, в плохом смысле, что он там был карьерист, что он там был служак и так далее. То есть тоже такое постоянно можно встретить. Ну и, соответственно, что там после полёта он занимался исключительно какими-то там похождениями, приключениями, пьянками и заграничными поездками. И при этом совершенно вот в этих двух представлениях, в двух образах Гагарина, советскому и постсоветскому, исчезает главное, собственно, ради чего и стоит биографию Гагарина изучать. Многие интересуются моей биографией. Родился я 9 марта 1934 года в семье колхозника. Место рождения – Смоленская область, Гжатский район, село Клушино. Своей родословной никаких князей и знатного рода никакого не знаю и никогда не слышал. Родители мои до революции – крестьяне, бедняки. Про знатный род – это неспроста разговор. Гагарина, как известно, одна из знатнейших, известнейших княжеских фамилий в дореволюционной России. И, конечно, после космического полёта пошли разговоры не из них ли Юрий. Живущие в эмиграции потомки Гагаринах разъяснили, что нет ни из них. Они действительно владели землями в Смоленской губернии и часто крестьяне, которые жили на этих землях, брали фамилию Господ. Поэтому Гагарин может быть связан с князьями, но только таким сильно опосредованным образом. Вот дом, с которого всё началось. В этом доме Гагарин родился, жил первые годы жизни. Раньше этот дом стоял в селе Клушино. А потом, в 45-м году, отец Гагарина Алексей Иванович этот дом разбирает по брёвнам и перевозит в райцентр, в Гжатск. Сейчас это город Гагарин. Вообще мы ещё не раз сегодня столкнёмся с тем, что всё, к чему прикасался Гагарин, всё, к чему имел отношение Гагарин, сейчас носит имя Гагарина. Это вот была комната Юры и Бори, двух наших учеников на тот момент, на 49-й год. А тут же всего одна кровать. Одна кровать. И у нас обычно вот ребятишки сейчас, когда приходят, говорят, а как они спали? А на одной кровати? На одной кровати. Они были маленькие, худенькие. Спали валитиком. Всё нормально. Нам не казалось, что нам тесно. Нам всегда было очень комфортно и хорошо. Валитиком это ноги и голова? Да, один голова здесь, а второй голова там. Всё хорошо. Великолепно. У меня две новости и обе хорошие. Во-первых, я стал амбассадором бренда Киа. Во-вторых, я стал первым в России человеком, кто посидел за рулём нового Киа Соренто. Сегодня Соренто станет полноценным членом нашей съёмочной команды. У нас как раз закончилась одна съёмка, сейчас начинается другая. И как мы поступаем с новичками? Сразу в бой. Проверим новый Киа в деле. Так, все готовы? Да, погнали. Так, что у нас дальше? У нас сейчас ньюс, правильно? Да, площадка готовится. Через 30 минут можно уже будет начинать мотор. Слав, а что у нас с темами? В итоге все 10 взяли? Нет, по 12 мы в итоге парочку выкинули, потому что там хром что-то уже очень большой. Ну, как всегда, минуты 22-23 будет. Ну, отлично. Мне главное, чтобы вот та вот вошла, которая самая весёлая. Финалочка, которая? Финалочка, да. Не, она войдёт. Слушай, это там, там такой прикол, что это просто нельзя не взять. Саша, можешь, пожалуйста, похолоднее немножко сделать? Не вопрос. Тут, видишь, сейчас синхронизировано у нас двухзонный климат-контроль, и отдельно я тебе могу ещё включить. Вот я тебя включил отдельно, задний кондиционер. Наслаждайся. Саша, пока мы стоим на светофоре, давай я тебе открою крышу, сделай сверху план, тут очень клёво получится. Так, мы приехали, сейчас будем парковаться. Тут, кстати, есть отличная штука. Сейчас, видишь, включу заднюю скорость. Вот. Не только камера заднего вида широкоугольная, но и обзор на 360 сверху. Прям отлично, видишь? Смотри, видишь, прям видно, как мы занимаем парковочное место. Вот тут у меня фича очень нравится. Раз, и вперёд камера есть, обрати внимание, не только назад. Ну что, выгружаемся и пошли? Ну вот, друзья, вы знаете девиз нашего канала, выводы делайте сами. От себя могу сказать, что новый Соренто показывает себя с лучшей стороны. Интересно, что к нам сегодня несколько раз, пока мы снимали, подходили люди, спрашивали, что за машина, какие характеристики, потому что Киа действительно очень популярна в России. Думаю, что наше приключение с ней только начинается. А на моё первое знакомство с новым Соренто можно посмотреть по ссылке в описании. Ну что, поехали дальше? Фотографии здесь есть те, которые делал Юрий Алексеевич. Вот вверху верхний ряд, вот вторая слева фотография, сидят три женщины и ребёнок. Это вот в середине бабушка моя, это мама Юрия Алексеевича, на руках у неё я, и две девочки, которые у нас были, жили на квартире студентки педучилища. Эта фотография сделана Гагарином. Вот это его двоюродная сёстра, это тоже сделал Гагарин. Вот здесь племянники. Вот я с кошечкой стою, рядом мальчик такой вот пухленький. Это мой брат, которого тоже Юрой. Когда он родился, говорю, у меня крёстная Юрочка, и братик будет Юрочка. Гагаринская семья не была из числа, так сказать, зажиточных сильно. То есть у них было своё хозяйство, конечно, свои там козы, куры и так далее, но не было какого-то вот наёмного труда. Поэтому они легко вписались в коллективизацию, то есть не было какого-то сопротивления ни внутреннего, ни какого-то идеологического коллективизации. Может быть, и не хотелось это всё отдавать колхозу, но в целом Гагарины были всегда лояльны советской власти. Это образец какого-то удачного сотрудничества вот этого крестьянского класса, который подвергся в массе своей террору со стороны вот этого нового государства. Но именно Гагаринский опыт был успешным. Он постоянно предлагал себя государству в качестве добровольца, и вот это его конкретно персональное сотрудничество оказалось случайно успешным. Когда началась война, он в первом классе. Да, они же как раз там, это же связано, что они пошли в школу, а потом приехали немцы, и им пришлось прерваться. То есть сначала они там, конечно, как-то учились ещё и при оккупации первое время, а потом школа была закрыта, её там сожгли партизаны, и весь учебный процесс прервался в силу этого. Поэтому Гагарин, он же был старше, когда он снова пришёл в школу, он фактически два года пропустил, и поэтому в школе уже в Кшатске он учился с детьми, которые были его на два года младше. Там многие были переростки тогда. А, то есть это не было особенного? Нет, это не было таким. Тогда же многие были в оккупации, были переростки. Он вместе с семьёй жили тяжело, голодали. Немцы с первых дней их выгнали из дома. Они вынуждены, вот, отец, мать, старший брат, вынуждены копать рядом с домом землянку, и все годы, год-два-три, жили в этой землянке. Однажды, что он, Борис, вот, брат младший Гагарина, натворил над немцем, обидел он его чем-то, или как. Но Юра увидел своего братика подвешенным на кусте дерево шарфом. Альберт, да, это фашист из Баварии, которого действительно в деревне чёртом звали. Ну, понятно, кого там чёртом называют. Тут вообще ненавидел, страшно ненавидел и русских, а особенно детей. И он же Бориса чуть не повесил. Если б Юра не увидел и не залетел бы в землянку, и не крикнул бы, мам, чёрт, Борьку повесил, Борис бы задохнулся. Просто Анна Тимофеевна выскочила, оттолкнула этого Альберта, сняла Бориса. Я говорю, бабуля, как ты его оттолкнула, сняла Бориса? Все же говорят, что это был вообще страшный человек. Как он тебя не расстрелял, ничего? А я, говорит, не знаю как. Но я летела, думаю, если что, я сейчас схвачу лопату, я его зарублю, а потом уже что будет, то и будет. Но они, видимо, мы, говорят, сразу заскочили в землянку, закрылись, и пару дней мы вообще не выходили из землянки. Я читал, что там разные были немцы, что один раздал детям шоколадки, потому что у него были свои похожие дети. Он был один такой. Бабушка его действительно вспоминала так, по-хорошему. Он более... Человечно. Да, относился к детям. И их, когда погнали под Москву, это вот как раз случилось, 41-й год, декабрь, когда их отправляли под Москву, он говорит, вот так сгрёб их всех моих детей к себе, так вот приобнял как-то чуть. Говорит... Да, немец. У меня, говорит, таких в Германии четверо тоже. А мы, говорит, оттуда не вернёмся. Ну и правда, говорит, они не вернулись назад, их что-то возвращалось там один-два человека. Именно он угостил... Им же посылки такие приходили, шоколад приходил. Из Германии. Да, из Германии. И он угостил детей шоколадками. В семье Гагаринах четверо детей. Старший брат Валентин и старшая сестра Зоя угоняются немцами в Германию в 43-м или 44-м году. Но они там выжили, насколько известно. Как их сложилась судьба? Они смогли вернуться? Да, они вернулись. Это известная история. Впоследствии, когда Гагарин полетел в космос, они стали частью идеологической кампании по восхвалению героя космоса. На самом деле, конечно же, советская пропаганда не могла бы просто так писать о том, что старший брат и сестра Гагарина были угнаны в плен на работу и как-то там себя не проявили. Была придумана целая история о том, что они там сбежали, боролись в партизанских отрядах. Это, как показывают скрывающиеся сегодня документы, не соответствует действительности. Действительно были на работах Германии и были освобождены уже наступающими советскими частями. Раньше во всех анкетах была строчка в советское время, был ли в плену или на оккупированной территории. И тем не менее, это не помешало Юрию Алексеевичу стать тем, кем он стал. Знаете, меня этот вопрос тоже все время как-то интересовал, как так получилось. Я знаю, насколько это было сложно. Вот у меня мама до войны закончила семь классов с отличием. А когда вернулась, ее даже на работу никуда не брали. Я уж не говорю о том, чтобы учиться. На работу. Она устроилась только на подсобное хозяйство, где выращивали картофель, капусту, овощи. При этом ее угнали, когда пришла Красная Армия в Германию, ее не отправили домой. Ее еще оставили на подсобных работах. И потом она приезжает сюда, ее по-прежнему не берут на работу. Потому что как бы она виновата в том, что немцы ее угнали в Германию. Почему? Видимо, знаете, я как думаю, что после смерти Сталина пошло вот это послабление, потепление. Оттепель, да. Оттепель вот это, да. И, наверное, это повлияло. После, когда ушли немцы, там столько и нашего оружия было, и немецкого, очень много. И мы все запаслись, как говорится. У меня тоже было под сараем. И холодное оружие, и автомат у меня был, ППШ. И чего только у нас не было. Это у детей, которым сколько вам было? 10 лет? Да, ну лет, может, 12 уже было, 13. Да до самого. Это у всех так было? Да, и мы, у нас все игрушки были именно... У меня вот даже от мин осколок остался в пальце вот сейчас. Лев Толкалин, одноклассник Юрия Гагарина. Юра, если видел новое оружие, обязательно обменивался. Умел заряжать и стрелять из любого исправного образца. А неисправно ремонтировал. За домом в огороде был крытый окоп, где прятались запчасти, патроны, инструменты. Там Юрку частенько и заставал отец Алексей Иванович. И бывало журил, да так, что тот с полчаса незаметно почесывал свою заднюю часть. Он в жизни никогда никого не тронул в пальце. Нет, вру. Борису иногда доставалось младшему сыну. А Юре нет? Нет. Ни Юре, ни Валентину. А Борис не хотел учиться, тому иногда отвлетало. Это я помню. Однажды над нашим селом пролетело два самолета с красными звездами на крыльях. Первые самолеты, которые мне пришлось увидеть. Самолет упал и переломился. А пилот, молодой парень, удачно выпрыгнул над самой землей. Рядом с болотцем на луг спустился второй самолет, Як. Все мы, мальчишки, сразу побежали туда. Каждому из нас захотелось летать, быть такими же храбрыми и красивыми, как они. У него была мечта летчикам, да. Мечта, это у него было, да. Но так все грезили как-то так, потому что у нас были, я говорю, старшеклассники, и вот они пошли в летное училище и приезжали в форме такой красивой. Мы так, знаешь, все это смотрели на них. И все, конечно, хотелось, естественно. Сейчас я расскажу вам одну историю про этот кофе. В общем, наша редакция находится в большом офисном здании. Недавно у нас открылась внизу кофейня новая, и я решил зайти и попробовать этот кофе. И тут началось. Открываю наш выпуск в Ютубе, и мне всплывает реклама этого кофе. Захожу к себе в Инстаграм, этот кофе оказывается среди историй моих друзей. Я свайпнул и попал на сайт этого кофе, где увидел промокод на скидку и решил снова пойти купить этот кофе. Во второй раз мне предложили там оформить карту этого кофе. А потом стали приходить сообщения с напоминанием выпить этот кофе каждый раз, когда он у меня заканчивался. В мессенджерах, в социальных сетях и даже по почте настоящий. А еще наружная реклама, листовки. А потом все в редакции стали пить этот кофе. Как оказалось, я попал в воронку продаж. Воронка продаж – это на самом деле классическая маркетинговая модель. Ее придумали почти сто лет назад, и работает она так, что каждый потенциальный клиент должен пройти через несколько этапов от первого знакомства с товаром до того, как он станет постоянным покупателем. Сейчас с развитием диджитал-технологий воронка продаж обрела вторую жизнь. Реклама в соцсетях, рассылка по почте и в мессенджерах, расширили возможности для работы с клиентами, но добавили головной боли предпринимателям и сотрудникам отделов продаж. АМО-СРМ – суперсистема, в которой все продумано за вас. Она сама напишет письма, обработает запросы и звонки, покажет потенциальным покупателям целевую рекламу в различных соцсетях, организует работу целого отдела, а в конце месяца сформирует подробные отчеты по всем вашим сделкам. АМО-СРМ поможет вашему бизнесу увеличить продажи и эффективнее взаимодействовать с клиентами. Переходите по ссылке в описании и начните работать с АМО-СРМ прямо сейчас. И должен признать, что этот кофе все-таки вкусный. Переехали они в Гжаск из Клушина в конце 45-го года, в конце декабря 45-го. Вообще город был разрушен в году оккупации почти целиком. Если у тебя были руки нормальные, работящие, то жить можно было нормально в плане питания, и все это было нормально. Работали от зари до зари. Ничего не скажешь. В колхозе? Почему в колхозе? В личном даже подсобном хозяйстве. Здесь колхоза не было. Здесь все работали на производстве. Но здесь вот дедушка с бабушкой спали, родители Юрия Алексеевича. Мы восстановили здесь обстановку на 49-й год, когда Юра 6-классу заканчивал и уезжал учиться в Люберецкое ремесленное училище. Вот оно, Люберецкое профтехучилище номер 10. Изначально Гагарин хотел поступить в Москву, но не вышло. Вовремя не успел подать документы. Затем родственники семьи Гагариных помогли ему поступить сюда, где был недобор студентов. Здесь с 1949 по 1951 два года Гагарин проучится на литейщика-формовщика. Ему было всего 14 лет, когда он приехал сюда, в Люберце. Давайте вспомним, какое это время было. 1949 год. Четыре года, как закончилась Великая Отечественная война. И родители хотели его просто, если по большому счёту, чтобы он выжил. Сюда он прибыл, в Люберце. Ему выдали обмундирование здесь, вот в Ремесленном училище. Ему дали общежитие. Ему организовали питание. Его записали в группу литейщиков-формовщиков, потому что у него образование было всего 6 классов. А чтобы поступить в группу токарей, там, слесарей и туда дальше, надо было иметь 7 классов. Вот. Это ему, вот такой, как бы, низкий уровень образования не дал ему возможности в другие группы поступить. А литейщик – это работа в горячем цехе, это очень тяжёлые условия труда, и мало кто из местных ребят, наверное, хотел поступить в эту группу. Вот эти фотографии сделаны самим Юра Гагарином. У него был фотоаппарат, так, и мы ходили в походы. Вот Юра Гагарин и я в походе в Ленинские горки в лесу набрали полевые цветы, и Саша Петушков нас сфотографировал. На стадион мы часто ходили и занимались спортом. Эта профессия литейщика-формовщика – это не была цель его жизни. Его в числе лучших выпускников, он с отличием окончил ремесленное училище номер 10, его отправляют продолжать образование в индустриальный техникум города Саратова. Вот то здание из белого кирпича – это индустриальный техникум в Саратове, где Гагарин учится. На самом деле здание – новодел. Оригинальное было из красного кирпича, и там располагалось Александровское ремесленное училище еще до революции. Но потом, уже после полета Гагарина, оно при реконструкции развалилось, и его отстроили в другом цвете. А вот это – это оригинальное здание столовой. И здесь в 1965 году открывают музей Гагарина. Первый музей, он называется «Народный музей». Очень правильное название, потому что это музей всякой гагаринской всячины. Но, среди прочего, там очень много того, что присылали, приносили, привозили люди, для которых Гагарин – это что-то личное. И это действительно такой музей народной славы, народной памяти, музей народного героя, музей народного представления о том, какой Гагарин. Мы всегда зачитываем заявление Юрия Алексеевича, потому что не каждый 17-летний парень сейчас может так пронзительно написать. И сейчас же шаблоны везде при поступлении. А здесь вот… Заявление. Прошу вас зачислить меня учеником вверенного вам с большой буквы техникума, так, как я желаю повышать свои знания в области литейного производства и принести как можно больше пользы своей родине. С большой буквы, разумеется. Все требования, предъявленные ко мне, обязуюсь выполнять честно и беспрекословно. Ученик РУ-10 Гагарин. Красивый почерк, кстати, был у Гагарина. Он приехал в Саратов в августе 1951 года со своими друзьями и наставником, чтобы учиться в Саратовском индустриально-педагогическом технике. Наставник – это кто? Ну, воспитатель, тогда это так называли. Он сопровождал вот эту группу из троих парней, закончивших Люберецкое училище, получивших специальность литейщика. И чтобы продлить свое образование, у них был выбор – либо приехать в Саратов, в Саратовское индустриально-педагогическое техникум, либо в город на Украине. Ну вот, к счастью, для саратовцев выбран был именно наш город. И ему в этот момент 17 лет, да? Да. И он селится в общежитие? Ну, вспомните, 51-й год, война еще недавно закончилась. Поэтому, в общем-то, все ребятишки, которые учились, в основном были на гособеспечении. То есть и общежитие, и одежда, и форма, и питание – все это было за государственный счет. Но сказать, что были очень комфортабельные условия, конечно, не скажешь, потому что, например, в комнате, где жил Гагарин, 20 парней находились. Вот. Ну, сейчас, на наш взгляд, это уж очень тесно. Питались они здесь, у нас в столовой, на первом этаже Гагарина. Ну, не только макароны. После военные годы, когда выпускники приходят, рассказывают, конечно, они были благодарны государству тому, что у них хлеба было сколько хочешь они могли брать. И они рады, что их кормили, одевали. Они были в форме же, да? Да, у нас была, так скажем, полувоенная форма. Индустрики носили такую. Индустрики. Индустрики. Их называли индустрики. Еще их называли грачи, потому что у них форма черного цвета. Гагарин вот выглядел так. Гагарин выглядел так. Он все-таки из деревни Клушино, ну, даже город Гжатск, не в обиду сказано жителям этого города, маленький город. Он приезжает все-таки в областной большой город. Понимаете, у него было в черте, вот его характера, ему все было интересно. Как вот в стихах «Огнеборту» – драм-кружок, кружок по фото, еще мне петь охота. Поэтому он… У него вот настолько разносторонние интересы были. Литература, математика, география, физика – везде пятерки, везде успевал. Но не потому что он был зубрилый, а потому что это вот такой вот характер был. Еще увлекался спортом, рост был невысокий, ну, не будем там уточнять, но выбрал спорт для людей высоких – баскетбол. Вот. И вот посмотрите, на фотографии первой стоит. Это капитан баскетбольной команды техникума Юрий Гагарин. Очень опасный… 60, насколько я знаю, у него долларов. Ну, где-то так. Не хочу уточнять. Добавно. Вот. Очень опасный соперник в игре. Прозвище ему дали Юрка Юркий. Это вот «Судейский свисток» Юрия Алексеевича Гагарина. Судейский свисток Гагарина? Судейский свисток. И он у нас был судьей на областных и городских соревнованиях по баскетболу. А это книги, которые… Это и те немногие, которые прочитал Юрий Алексеевич Гагарин. «Сталишлаг». Да. Что делать Чернышевский. Когда он учился уже в техникуме и привозил мне подарки. Он же крёстный, а раз крёстного обязан крестнице подарки привозить, так на Россию велось. Он ваш крёстный. Как же так? Он же атеист, коммунист, первый космонавт. Все мы атеисты и все мы, Господи, помоги, когда нам плохо. Мы отмечали все православные праздники. У нас были иконы. В доме были иконы? Да. А Гагарин сам был крёщён? Да, все дети крёщённые. И он, конечно, когда приезжал на каникулы, он всем какие-то сувенирчики привозил. Но мне особые подарки. Велосипед, я читал. Да, два. Один год маленький, трёхколёсный. Когда ещё совсем была маленькая. А на следующий год трёхколёсный, который она двухколёсный. А это он в Саратове тогда? Да, он тогда учился в Саратове. Откуда он там доставал велосипеды? А он ходил на Волгу, в порт, работал грузчиком, разгружал баржи. Я тоже такими вещами занимался, когда был студентом в 90-е годы. По ночам приходили бригадиры, так называемые, которые просто приглашали студентов из общежития поработать ночью на разборке баржи. Те же арбузы. И за ночь можно было получить двухмесячную стипендию. Это очень неплохо, да. Он везде был или старостой, или капитаном, или комсоргом. Было такое слово раньше, известное старому поколению. Командир звена. И так далее, и так далее, и так далее. То есть ребята везде ему охотно давали пальму первенства. Вот я ещё жила уже в то время, когда никто никем не хотел быть. И по принципу, кто согласился, тот и будет главным. А тот период, по рассказам очевидцев, это была великая честь, если ребята голосовали за лидера, скажем так. То есть он везде был лидером. Девушкам должен был нравиться очень, я думаю. Ну, конечно, как вы понимаете. Вот Гагарин, почему Саратов своей второй родиной называл? Потому что здесь прошла его юность. Ну и, конечно, первая любовь. Ну это понятно. И, наверное, и вторая, и третья тоже. А мы имя первой любви мы знаем? Ну я сейчас не буду это говорить, потому что, вы знаете, в основном там, если сказал человек, что она его первая любовь, мы лично от Юрия Алексеевича Гагарина это не слышали. Поэтому утверждать... А, но были те, кто такое говорил. Конечно. Ой, да что вы. И не одна. Да, и были даже такие, которые говорили, что они отвергли его, так сказать, предложение дружбы. Вот, о чём сейчас жалеют и такие тоже. Ну, у каждого своя гордость, понимаете? Он курил, матерился, участвовал в драках. Как вы думаете? Ну, слушайте, 50-е годы. У нас и сейчас курят, матерятся и участвуют в драках. Хотя вроде все интеллигентные ребята стали. Гораздо более интеллигентные, чем ещё 20 лет назад, когда 30 лет назад, когда я учился. Ну, это просто говорит, что они там все были какие-то... Не знаю. Из института благородных девиц это просто смешно. Было всё. В основном жили мы в общежитии и все приезжие. Саратовских было не так уж много. И если что-то где-то происходит, нашего парня... А мы же все в форме были, трудовые резервы. Если саратовцы где-то нашего поймают и ему там отдубасят его, то мы всем общежитием, гурьбой ищем вот этих парней и их избиваем. Ну, а потом директора и всех нас поставили на место, что ребята – это уголовное дело. Всё время был конфликт между руководством училищ и армейскими структурами, военкоматами, что они давали им доучиться. А некоторые забирали на 4 года на флот, как вот друзей Гагарина забрали. Ему, естественно, хотелось получить образование. И поэтому, когда он прослышал, что открываются летные курсы, он туда поступил. Як-18, прослуживший в авиации 25 лет. Юрий Гагарин был среди курсантов ДОСААФ, учившихся летать на Як-18. На первом курсе, когда мы поступили, Аткарский учебный центр ДОСААФ открыл отделение пилотов у нас в техникуме. И мы, я, так получилось. Я, Гагарин и Стешин пошли. Мы начали учиться. И почувствовали неладное руководителей техникума, что успеваемость тех, кто пошел учиться на отделение пилотов, стала падать. Они закрыли это отделение. Да, убрали. Тут вдруг открывают вроде бы кафедру военную у них в училище. И тогда у них получается отсрочка. Они в любом случае получают возможность завершить образование, получить военную специальность, находясь прямо в училище. И вроде бы эта потребность отпадает. Гагарин снова идет, когда узнает, что открылся в аэроклубе курсы. Он делает вторую попытку. То есть это зацепило, ему захотелось. Он, видимо, представил себе, как это будет совершенно по-другому. Тогда, в принципе, понятно, что все молодые люди стремились к авиации. Это было, наверное, даже выше, чем сегодня для нас космонавтика. То есть это был такой вот предел вождление для молодых людей, возможность сделать очень быструю карьеру, действительно заняться очень таким романтичным делом. Когда уже мы были на четвертом курсе, я откуда-то узнал, вы, наверное, читали, Юра сам пишет пойти, что забегает Виктор Порхняк, кричит «Ребята, четвертый курс принимают в аэроклуб». И мы пошли, сдали там и так далее, и так далее. Вначале идет техническая подготовка, такая теоретическая подготовка. И, наконец, летом 1955 года состоялись первые полеты Юрия Алексеевича Гагарина. Вначале с инструктором, потом уже и первый самостоятельный полет. Когда Гагарин отправлялся в первый самостоятельный полет, на поле аэродрома вышел фотокорреспондент местной газеты. И ему нужна была фотография любого летчика, приближался день военно-воздушного флота. А как раз курсант Гагарин собирался в свой первый самостоятельный полет. Гагарин, конечно же, не видел никаких корреспондентов. Он поднял руку, это знак у летчика, прошу взлет, взлет разрешили. А уже утром ребята ему показывают газету, где хоть и фотография плохенькая, но узнать себя вполне можно. И вот эту фотографию Юрий Алексеевич послал маме в Гжатск. И Анна Тимофеевна написала ему «Рада за тебя, сынок, мы гордимся, но смотри, не зазнавайся». Конечно, вот такого здесь в гагаринские времена и эпоху жёсткого противостояния с Америкой, чьим символом является Кока-Кола, и тогда и сейчас не могло быть. Это аэродром Дубкина, которым Гагарин учился летать. И надо сказать, что изменилось здесь немногое. Как было поле, так и есть поле. А вот эти два самолёта Ан-2, ну, кукурузника, они в целом ровесники Яку-18, на котором Гагарин впервые поднимается в воздух и который впервые осваивает как лётчик. Сейчас стоите спиной к ветру. Ну, практически штиль. Протаскивания, по сути дела, не должно быть. Но если хотите развернуть купол по ветру, то где у нас солнышко? Вот в левый глаз. Запомнили? Всё кругом. Это бюст Гагарина с 70-х годов. Хотя многие на нас ругались и говорили, почему он у вас так низко и так далее и тому подобное. Но он у нас уже стал таким народным, что все соревнования, которые мы проводим, какие-то слёты, фестивали или просто мероприятия. Даже у людей, когда юбилей в прыжках, все встают вокруг, он получается среди нас, мы рядом с ним. В какой момент становится понятно, что он больше по литейному делу не пойдёт, а пойдёт по лётному? Я считаю, что после письма матери, когда мать написала, что приехал из армии твой старший брат Валентин, стал работать, помогать семье, так что больше мы, Юра, не голодаем. Он хотел стать поквалифицированным рабочим не потому, что его так литейное дело тянуло, а просто потому, что надо было получить крепкую профессию и помогать голодающим родителям. Вот и всё. Он блестяще на «Отлично». Заканчивает техникум, получает диплом. Техникум получает диплом литейщика. После этого он должен был уехать, но он остаётся в Саратове, чтобы закончить аэроклуб. И, наконец, получает диплом лётчика с отметкой «Отлично». Он либо мог согласиться с распределением, имея корочки уже лётчика-любителя, отправиться по распределению, работать мастером-преподавателем литейно-формовочного цеха, мог через военкомат обратиться, чтобы его зачислили в одно из лётных училищ. Он, собственно, в Первочкавское училище попал. Следы Гагарина в нынешней России очень легко обнаружить. Почти все места, где он был, сейчас носят его имя. Вот в Саратове аэропорту недавно присвоили имя «Гагарин». И здесь, в Оренбурге, аэропорт тоже имени Гагарина. Этот переезд из Саратова в Оренбург Гагарин совершает в 1955-м. Он поступает сюда. Здесь, в этом массивном здании, находится Чваул, Чкаловское военно-авиационное училище лётчиков. Гагарина зачисляют без экзаменов. Мы помним, что он уже научился летать в Саратове в аэроклубе. Интересно, что в 1955-м году он поступает в Чкаловское училище, а через два года заканчивает Оренбургское, потому что за это время городу успели вернуть его историческое название. Но это логично, потому что другой великий лётчик Чкалов здесь никогда не был. В 1938-м году, после его гибели, Оренбург переименовали, потом через 19 лет переименовали обратно. Сейчас в этом прекрасном здании полнейшее запустение. За массивным фасадом частично жилые квартиры, а частично просто бомжатник. Вот сырая сына. Смотри, где? Вот она, сырая сына. Она там высохла немножко вон вверху. Но там незаметно. А вы когда сюда въехали? Ой, где-то в 1995-м году. В 1995-м? Да. Короче, здание в аварийном состоянии. Очень аварийное. Там сгнили все перекрытия. Можно с пятого этажа улететь на первый. Со свистом. Ничего себе. Да. Здание прекраснейшее. Я говорю, да, там все надо убирать внутри. Все убирать. Говорят, 2 миллиарда выделяли на ремонт здания. И куда они уплыли? Да какие-то 2 миллиарда. 60 миллионов, чтобы закрыть крышу. Горела крыша. Дело в том, что Оренбургское летное училище, оно здесь было даже до войны. И Серпуховское военное училище перевели сюда. И у Валерия Павловича Калова, который стоит у нас на набережной, у него удостоверение об окончании летного училища Оренбургское там написано. Хотя он тут не был. Да. Но потому что объединили училища. Я слышал еще одна из причин. Очень сильное училище. Я слышал одна из причин, что здесь 200 дней в году солнца и для первоначальной летной подготовки то, что надо. Даже больше, чем 200 дней. У нас как в Крыму такое количество дней. Вы пишите. 25 октября 1955 года Гагарин с группой саратовских призывников прибывает на железнодорожный вокзал, тогда это Чкалов. Да. На привокзальной площади стоит еще памятник Сталина. 1955 год. Да. Еще даже не был 20-го съезда. Как Гагарин относился к Сталину? Остались какие-то свидетельства? Гагарин, живя в это сталинское время, он лукавил неоднократно для того, чтобы поступить в Саратовское индустриальное училище. Он должен был написать заявление в Саратов и, соответственно, приложить туда биографию. Если вы эту биографию прочитаете, то в этой биографии не существует никакого старшего брата. И сестры. Никакой старшей сестры, которая находилась на оккупированной территории. И вы же помните, что их угнали в Германию. И они работали на немцев. Он пишет, что отец у него ветеран Отечественной войны. Тогда же не было Великой Отечественной войны. Тогда было название «Просто Отечественная война». И он пишет, что у него брат учащийся и отец ветеран Отечественной войны. То есть он немножечко лукавит. Скрыл факты. Слукавил. Но, ещё раз говорю, иначе бы он не то, что в лёдку не попал. Он бы в техникум не попал. Дело в том, что в 1955 году наше училище переходит на реактивные самолёты, вот на МиГ-15. И вот 30 человек, вдобавку, приехало в наше училище, в том числе и Гагарин. Фронтовой истребитель МиГ-15 представляет собою одноместный цельнометаллический среднеплан со стреловидным крылом и оперением. А как так получилось, что он здесь всего два года учился вместо трёх? Ну, скорее всего, потребовался массовый выпуск лётчиков на реактивные самолёты МиГ-15. Не надо забывать, в какие годы тогда люди жили вокруг воздушной базы НАТО. В тот год, кстати, было два выпуска. В 1957 году, когда Алексеевич закончил училище, было два выпуска. Один выпуск, если не ошибаюсь, был в сентябре. И вот тот выпуск, который он закончил, это был в ноябре. Это недавно закончилась Корейская война, где МиГ-15 дебютировал, правильно? Да. И как раз было доказано, что реактивная авиация... Очень эффективна, борьбезно мордировщиками. Вот это тот самый МиГ-15, на котором летал Гагарин. Не в смысле тот самый тип самолёта, это прямо тот самый самолёт, на нём Гагарин летает, обучаясь в Оренбурге. Что интересно, эту машину тут установили перед зданием лётного училища, не тот корпус, где учился Гагарин, но здесь он тоже бывал, о чём здесь свидетельствует мемориальная доска. Так вот, сейчас здесь кадетский корпус, кадетское училище не имеет отношения к авиации, но скоро кадетов отсюда должны выселить, потому что здание передали, точнее вернули духовные семинарии, которые здесь когда-то до революции располагались. То есть смотрите, как интересно и символично получается. Одна небесная история переходит в другую небесную историю. Как выглядит жизнь курсанта, обычная, повседневная в тот момент? Вот утренняя побудка. Что дальше? До полётов это примерно так. В 6 часов утра подъём, построение, зарядка. Как сам Гагарин вспоминал, они бегали через Урал. Зимой речь шла о зиме, когда лёд вставал. Они бегали в Зуральную рощу, там у них зарядка была в Зуральной роще. После этого они возвращаются в казарму, привозят себя в порядок. До обеда у них занятия. После обеда у них примерно 2 часа, если всё хорошо, в свободное время. После этого они снова идут на занятия. Занимаются самоподготовкой. После самоподготовки ужин, где-то около часа свободное время, в 10.00 отбой. Ну, в 22, если по-арбейски говорить. 22.00 отбой. Снег убирают зимой курсанты, картошку убирают в сентябре. Вот эти все советские прелести все были в жизни Гагарина? Да. Гагарину повезло в кавычках. Не только ему, конечно, он же не один служил. Вот эта зима с 55 на 56, она была очень снежная. Вот пришла зима, метелица, на поляну, на луну. На работах мы наработали, о, как, картофель убирали в шарлыке. Что касается снега, такая зима была, ужас. Сколько снегу было, тихий ужас был. Скажите, пожалуйста, у вас какой рост? Рост – метр семьдесят пять. То есть вы сантиметров на десять были выше Гагарина? Да. Он переживал из-за своего роста? Да, переживал. Не только он, многие. Потому что, чтобы управлять самолётом, надо всё время сидеть по высоте одинаково. Не то, что сегодня сел вот так вот, завтра сел вот так вот. Отбирали курсантов по одному росту экипажа. И сиденье ставили уже на один рост. А у Гагарина были сложности с посадкой? Необходимо создавать, чтобы расстояние колёс до земли метр было. Вот на этом высоте выравниваешь, и вот на этом метре не выше. Ну, метр десять, метр двадцать – это высота. А Гагарин выравнивал высоко, да? А Гагарин, у него получалось, что вот выравнивание, вот это выравнивание подвод на высоту выдерживания, так называемую, с метра и ниже, у него вот это немножко затруднение было. Это опасно? Опасно чем? Если выше выравниваешь, раньше скорость погаснет, можно упасть или приземлить самолёт с очень большой перегрузкой. Если ниже, то можно покасательнее, когда приземляться, с большой скоростью приземляться. То есть удар опять будет. Обычно курсанту даётся время налёта, за которое он должен освоить этот самолёт и самостоятельно уже полететь. Ему этого времени не хватило. Не знаю почему, но ему не хватило. Потом пошла гулять легенда о том, что он якобы был очень маленького роста, и соответственно ему какую-то подушечку там подложили. Когда я вот эту тему начал выяснять, надо учесть то, что в экипаже вместе с Гагарином было от трёх до шести человек. Вот не совсем точно и да. Но он же не один в экипаже был. Экипаж – это надо пояснить. В самолёте, в боевом истребителе один человек. Но несколько пилотов... Мы сейчас по учёбу говорим. Мы говорим по учёбу. То есть это группа курсантов, которые вместе проходят сюда. Так вот, двое из них точно были ниже него. Притом сантиметров на пять, наверное. И никто им ничего не подкладывал. Но истребительную авиацию вообще берут скорее низкорослых, чем высокорослых, как известно. Раньше, по крайней мере, так было. Ну да, да. Сейчас узнаем. Ещё раз говорю, что здесь не всё так просто. Кому-то дано, кому-то не дано. Кому-то тяжелее даётся, кому-то лучше, кому-то хуже. То есть он не был пилотом от Бога? Скорее всего, да. Как эту историю о реальных его проблемах с посадкой, когда он проходил обучение в училище в первом Чикаловском, оно как-то спроецировалось в прошлое. Стали писать некоторые из его биографов, что у него были такие же проблемы, когда он учился в Саратове в аэроклубе. Что получается как-то так. Вроде бы они хотели воспеть Гагарина, рассказать, как он, собравшись с волей, преодолевая трудности. С другой стороны, если смотреть на это отстранённо, то возникает ощущение, что он был очень плохой, бездарный лётчик, у которого всё время и там, и там были проблемы. А вот какой был лётчик на самом деле? Он был обыкновенный. Он не был чем-то таким выдающимся. То есть это тоже миф, что он был какой-то очень... То есть не Чикалов и не Громов? Да, да. Навыками и так далее. Он был обыкновенный. Он был целеустремлённым. Если он что-то хотел, он в основном добивался этого. И очень везучим парням надо добавлять. Везучим, потому что его уже собирались отчислить. Полётные неуспеваемости, так называлось. Что его спасло? Ну, во-первых, не надо забывать, что он именно был красным командиром в своё время. То есть это тоже в зачёт шло, что у него не было нарушений воинской дисциплины. Он не отступал от устава. Он был в комсомоле. Но он был на хорошем счету у начальства. Из письма Гагарина из Оренбурга в Саратов своему инструктору по аэроклубу. Здравствуйте, Дмитрий Палыч. С приветом к вам ваши воспитанники Гагарин и Колосов. Учёба проходит неплохо. В увольнение пока ещё не ходили. Присягу ещё не приняли. Все дни заняты учёбой. Преподаватели здесь хорошие, но строгие. А командиры тоже шприца дают часто. Что это значит? Ну, то, что это армия. И он её почувствовал, что здесь такого расслабона, как в Саратове, нет. Армия есть армия. Там всё строго, дисциплина. И, кстати, как потом выясняется, вот этот армейский будний ему нравится. Он об этом пишет в своей книге. То есть он влился в этот армейский коллектив, в этот армейский быт. И поэтому он решил связать свою жизнь в дальнейшем с армией. Я тоже становился солдатом. И мне по душе были и артельный уют взвода, и строй, и порядок, и рапорты в положении смирно, солдатские песни, и резкий протяжный голос дневального «Подъём!». А он, я так понимаю, был, вот вы говорите, такой красный служак. Это человек, который хочет, чтобы всё по уставу было, да? Ну да. Такой вот прям… Да, ну красный командир. Вот сказано в 22, да, отбой. Значит, 22 будет отбой. Он требовательным. Он реально был требовательным командиром. Был очень педантичен такой, требовательный. Чем Гагарин отличался от нас? Он же рабочий человек был. Он был в коллективе рабочем. А мы с 10-го класса только пришли. Мы не были в таком рабочем коллективе. Отец у них был очень строгий. Он не хотел, чтобы Гагарин шёл в авиацию. Потому что он диплом получил с Толевара. Иди работай, семью укормить надо. Его назначают помощником командира взвода. Да. И у него случается из-за этого конфликт. Это позже. Это уже было позже. Это практически через год где-то. А в чём суть была конфликта? Дело в том, что в училище, не надо забывать, какие-то годы были. Это были послевоенные годы. Как вспоминают ветераны, они здесь были и даже сыны полков. Вот здесь. Представляете, здесь были по сути дела ветераны боевых действий. Во время войны. Такие взрослые люди, несмотря на возраст. Очень взрослые люди. И тут какой-то молодой человек, молодой командир не даёт им воли. Он не давал им бегать в самоволку. Он требовал, чтобы они соблюдали режим. Он требовал, чтобы они не шлялись по ночам. В общем, соблюдали регламент. Естественно, это многим не понравилось. И вот трое решились устроить ему тёмную. Но перестарались. Обычно я думаю, что если бы они били его мягче, он бы не потерял сознание и не попал в госпиталь, то, может быть, эта история бы осталась малоизвестной. Вряд ли бы пошёл бы жаловаться. Сохранился документ, где конкретно приговор суда, где это всё подробно с фамилиями, со сроками. То есть там настолько серьёзный был инцидент, что эти трое виновных, которые его избили, они попали натурально под суд и сели? Да. То есть это не так, что просто… Поражение в правах там указано. Там очень серьёзно всё было. Ну да, один из них на три года сел. Это военный трибунал. В колонию отправился. То есть это была серьёзная история. Да. Но дальше пошло немножечко, вот уже в перестроечные годы, я думаю, журналисты начали перегибать. Они начали эту тему очень сильно искажать. И некоторые начали писать, что он там потерял сознание, что у него там была контузия, что он месяц пролежал в госпитале и что там было что-то такое. Некоторые даже там начали писать, что его били сапогами сорок шестого размера. Можно подумать, что где-то эти сапоги там висят, которыми били Юрий Алексеевич. Ну нельзя так, конечно. Желтеть достойко. Вы имеете в виду, что этого не могло быть, потому что иначе бы его списали? Конечно. Это же авиация. Молодые люди вообще все такие, немного петушистые они, с гонором. Это раз. Во-вторых, я читала про него воспоминания его свояченицы. И она писала, что у него такое словечко даже было. Он любил пошпакулить, подшутить над людьми. Но не зло шутил. Но не все же, как говорится, юмор понимают. Вот в летнее время мы ходили в рощу на самоподготовку. Все время туда командиры сказали в рощу. Ну и девчата там на самоподготовку ходили. Ну тогда было как-то не запрещено было. Даже не запрещено было. Да? Не запрещено. Но то, что мы курсантами, там у кого день рождения туда-сюда, не запрещали. Но и не нарушая дисциплину. И не нарушая дисциплину. А что у нас? Внизу клуб был, а вверху казарма. Мемориальная доска, разумеется, как и на любом здании, где был Гагарин. В чем еще огромное преимущество Чкаловского училища? Здесь регулярно проводят танцы. Что такое танцы в 50-х годах? Это, чтобы было понятно, такой микс ночного клуба, хотя он скорее вечерний, но неважно, темно. И тиндера. Потому что, конечно, главное предназначение танцулек – это не просто подвигаться, но еще и познакомиться. Девушки съезжаются со всего города, со всего района. И ясно, что авиационное училище – это, возможно, главный поставщик женихов во всем Оренбурге тогдашнем. Мы помним, что Гагарин имеет большой успех у женского пола. Здесь его список побед продолжается, удлиняется. И именно здесь, на танцах, он знакомится с Валентиной Горячевой, девушкой, которая работает на телеграфе и которая через короткое время станет его невестой, а после и женой. Они будут такой образцово-показательной советской парой, те недолгие годы, что проживут вместе. Потом Горячего уже Гагарина оставит официально отредактированные, много раз поправленные мемуары. И в них она, кстати, напишет, что при первой встрече на тех самых танцах Гагарин ей не очень понравился. Ну, так она писала, что говорит, какой-то лысый, ушастый. Ну что, молодой курсант, еще даже волосы не отросли как раз, в феврале месяца. Он ее взял настойчивостью. И отношение у нее постепенно начало меняться. Командир Гагарина лейтенант Акбулатов запрещал им жениться. Ну, как-то, видимо, не очень всерьез, но был против настроек. По крайней мере, во время учебы не рекомендовал. Сильно отвлекал от владения самолетом, от учебы отвлекал. Очень не рекомендовал. Да и всем курсантам не рекомендуют до тех пор, пока он самостоятельно не вылетит. А, да? Ну, это и в поздние годы, могу сказать. И вот даже в стенах Оренбургского летного училища, когда оно стало высшим, не рекомендовали жениться до самостоятельного вылета. Советский летчик – это твердая воля, сильный характер, выносливость и мужество. Гагарин рано женился по меркам своего поколения или норм? Нет, нормально. Во-первых, нельзя забывать, что Юрий Алексеевич был не самым молодым. Можете посмотреть по датам. В том же, в 1956-1955 году ему уже было 21-22 года примерно. Вот здесь во втором этаже, где ремонт первое время после свадьбы живёт Юрий с молодой женой Валентиной. Живёт он у её родителей в небольшой двухкомнатной квартирке с тестем и с тёщей. Здесь некоторое время назад открыли музей, потом он пришёл в аварийное состояние достаточно быстро, его закрыли. Сейчас здесь, как видите, идёт ремонт. Поскольку в следующем году большой юбилей, как мы помним, 60 лет полёта Гагарина, то под это дело повсеместно выделяют финансирование на федеральном уровне, на муниципальном уровне. И вот, в частности, выделили бюджет на этот музей, что хорошо. Кстати, про бюджет. Знаете, как Гагарин уменьшительно ласкать и называл свою жену Валентину? Он называл её валютой. Кстати, умильный факт. На свадьбе папа у Валентина был поваром. И на свадьбу… Сейчас мы привыкли к каким-то невероятным кушаньям. А тогда невероятное кушанье было, скорее всего, типа корейская морковка. И вот он сделал целую кастрюлю окиенную этой морковки и вся свадьба ел эту морковку. Но только не корейскую, наверное. Ну, не корейскую, а тушёную морковку. Папа там был супер-пупер-пойвар. Свадьба была здесь. На свадьбе никого не было с родителей. Гагарина не было родителей? Никого не было с родителей. Отец против был. И когда он уже с Валентиной приехал туда, ты вначале диплом покажи, потом мы с ней разберёмся. После полётов 1957 года они возвращаются в Оренбург. Здесь сдают какие-то, условно говоря, госэкзамены. Ну, я предположу, что это марксизм-ленинизм, общевойсковые уставы. И, соответственно, где-то в октябре у них начинается так называемый голубой карантин. Голубой карантин. То есть они уже не учатся, они уже почти офицеры. А тогда было распределение их уже? Тогда было распределение. Они уже были распределены, да. По воинским частям. Ну, как известно, Юрий Алексеевич попросился служить на север. А он сам попросился на север? Везде написано, что он сам. Что ему говорили, что он может остаться здесь инструктором, так как у него был диплом с отличием. Он вот здесь в Оренбурге может остаться. Ему ещё даже говорили, а зачем ты уезжаешь-то? У тебя здесь жена, у тебя здесь семья. Ну, город всё-таки. Все логично. Да, ну и не самый плохой регион на земле. Ну, и на территории СССР. Ну, вот. Но он попросился на север. Полюс холода. Если мороз, то минус 50, минус 60. Если ветер, то ураганной силы. Трудно найти более суровое место с более жёстким климатом. Я читал, что в годы этой службы в Заполярье там были ужасающие бытовые условия, какой-то клоповник, где он был вынужден жить сначала без жены, потом уже с женой. И я читал, что пару раз он чуть не разбился. Такой феномен – это снежный заряд, когда резко меняется погода, и боковой ветер с такой тучей снега, который несётся на самолёт. Он всё-таки не мог с сложных таких метеоусловиях летать, а поскольку всё-таки периодически летать приходилось, то и попадал в аварийной ситуации. То есть там есть случаи, когда он там сблудился, и приходилось садиться ночью по приборам. Потом Гагарина приглашают в Москву. Например, ребята считали, что он поедет за новой техникой, потому что летали на самолётах на обучение, осваивать новую какую-то технику. То есть он и сам не знает, зачем его в Москву вывезли? Догадался он, не догадался, шепнули ему, не шепнули – никто не знает. Потому что раз секрет, значит, он его держал в секретах. Он не так до конца жизни не рассказал. Это просто по логике вещей. Военная тайна, да. Конечно. Знал он, шепнули ему, не шепнули. Во всяком случае, окружающие об этом не подозревали, это точно. Внимание! Внимание! Корабль «Родина» вошёл в атмосферу Земли. Высота 280 километров. Механизмы работают безотказанно. Когда вообще принималось решение, это происходило в 58-м, в начале 59-го года, о том, а кто полетит, были разные мнения. Например, считалось, что может быть специалист по космической медицине окажется наиболее первым космонавтом подходящим, поскольку он сможет проанализировать своё состояние и подробно потом на Земле рассказать, что он чувствовал во время полёта. Кто-то полагал, что может быть подводник, потому что состояние длительной невесомости напоминает. Мне отец, который служил на подводном флоте, рассказывал, что у них тоже были слухи, что их будут отбирать в отряд космонавтов. Естественно, имело значение, что лётчик-испытатель, ведь американцы сделали ставку на лётчик-испытатель, но всё-таки Королёв решил остановиться на лётчиках-истребителях, причём молодых, юных, можно сказать, только что из училища. Почему? Потому что он мыслил другими категориями. Он мыслил не то, что мы сегодня испытываем новую технику, он мыслил категориями создания военно-космических сил, категориями создания межпланетного флота, которому понадобятся опытные космонавты. Через какое-то время. И он полагал, что потребуются сотни людей. Где взять таких хорошо подготовленных ребят с сотнями, причём уже имеющих представление о полёте, имеющих квалификацию, вот вам, пожалуйста, части наши воинские с лётчиками-истребителями. Я считаю, что одно из выдающихся способов, способностей дедушки была способность и умение создать вокруг себя фантастическую, мотивированную команду. Все люди, которые вокруг него работали и с ним работали, они работали за идею. Давайте подробнее поговорим про Сергея Павловича. Он же был репрессирован в 1938 году и до 1943 года был заключённым. Ну, не совсем так. Он фактически был заключённым до 1945 года, потому что во всех этих конструкторских бюро, ну, точнее, сначала его арестовали пытки, избиения. Он работал в институте, занимавшемся как раз ракетостроением. Совершенно точно. Он был… Интересная история. Он был директором ракетного научно-исследовательского института, РНИ, который курировал Тухачевский. И тогда на тот момент была такая внутренняя политическая схватка между Тухачевским и Будённым, потому что Будённый считал, что кавалерия – это наше всё, и главное – иметь быстрых коней. Тухачевский рано почувствовал важность ракет. И РНИ, в частности, работал над ракетными проектами, в том числе над крылатыми ракетами, кстати говоря. Уже тогда, в 30-е годы? Да, уже тогда были крылатые ракеты, в 30-е годы. И разработки шли, и у дедушки был довольно строптивый характер, и он знал, что он прав, и он твёрдо двигался к своей цели. И в какой-то момент его понизили, на самом деле, и он стал начальником отдела. И, может быть, это даже спасло ему жизнь, потому что директоры института его просто расстреляли. И вот по совершенно абсурдному, как тогда принято, доносу и обвинению его арестовали. Всё это происходило жутким образом. То есть люди пришли вечером, дежурили у двери. Он пришёл домой, сразу понял, что это за ним. Он сказал об этом своей супруге, моей бабушке, Ксении Максимилиановне, которую он звал Ляля, и все её родственники звали так, Ляля. Он говорит, Ляля, это, наверное, за мной. И они пришли в 5 утра, и дальше обыски, никому не двигаться, выкидывали все вещи, своровали несколько дорогих запонок, серёжек и так далее, рассовывали себе по карманам. Ну, такая классическая НКВДшно-ГБшная история. Грустная, весьма грустная. Его арестовали, увезли, долгие пересыльные тюрьмы, и в конечном итоге он оказался на золотом прииске в местечке Мальдяк на Колыме. У него была жесточайшая цинга, он умирал от истощения, у него выпали все зубы. Понятно, что там лечения никакого. Лечили на тот момент всех хвойным раствором. И чудом он уже умирающим в бараке был спасён одним человеком. В бараке образовался некий новый. Его просто кинули в барак, и считали, что он умирает. И тут в барак приехал новый заключённый. Это человек был Михаил Усачёв. Это был человек, абсолютно прекрасный инженер. Он был директором завода, на котором построили самолёт, на котором разбился Чкалов. Кто виноват, что пропал Чкалов? Естественно, директор завода, который построил самолёт. И его в тюрьму. Он узнал Сергея Королёва, потому что они вместе участвовали в планерных состязаниях. Заставил всех уголовников отдавать ему пайку, откормил его. И дедушка остался на всю жизнь ему благодарен. Королёв потом работал в так называемой «шарашке». Его освободили, но его оставили под облегчённым арестом. Он действительно работал у Андрея Николаевича Туполева. Который тоже был заключённый. Тоже был заключённый, совершенно точно. Потому что когда почувствовали, что советская авиация не справляется, нашли Туполева и сказали, что тебе надо, всем же называли на «ты», что тебе надо для того, чтобы сделать советскую авиацию крепче. И он по памяти восстановил всех людей, с которыми он так или иначе общался. Он знал, что Сергей Королёв – это талантливый инженер. Он вспомнил его, и он затребовал его к себе. И как раз Сергей Павлович Королёв оказался в этой так называемой «шарашке». То есть фактически это тюремное конструкторское бюро. Это было продолжение ареста. Его не выпускали на улицу. И потом было тоже закрытое конструкторское бюро в Казани. То есть фактически он в заключении провёл шесть лет. И потом его освободили, как рассказывают по личному указанию Сталина уже. Об этом ходят разные слухи. Возможно, но когда его освободили, на него довольно быстро повесили погоны. Очень впечатляюще выглядят его фотографии. Знаете, вот такой цветущий молодой человек. Представьте, ему было 33 года, когда его арестовали. Он директор института, занимается любимым делом. Рано влюбился в ракеты. И знакомство с книгой Циолковского, знакомство с самим Циолковским. Он очень рано увлёкся ракетами. Он занимается любимым делом. Работает, думает уже тогда о пилотируемых полётах. И его просто как птицу в полёте сбивают. И всё. И кошмарные фотографии из цветущего молодого человека. Он через несколько дней первые тюремные фотографии с огромными глазами, впалыми щеками. Он не понимает, что происходит. Но его спасала работа. Когда Сергею Павловичу был представлен первый набор космонавтов, первый отряд космонавтов, то говорят, что он сразу положил глаз на Юрия Гагарина. Но на тот момент не было ясно, как они будут функционировать. То есть смекалка, скорость схватывания информации, скорость реакции. Мы помним, что они все были пилотами, причём высококлассными пилотами-истребителями. Пилоты вообще, как известно, такая особая каста. Вам ли это не знать? Это люди, которые очень быстро мыслят в четырёх измерениях. Вернее, в пяти. Длина, высота, ширина, глубина. Ещё скорость и положение относительно Земли. Психоэмоциональный портрет Гагарина, составленный при отборе в первый отряд космонавтов. Любит зрелище с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его выносливость, целеустремлённость, ощущение коллектива. На собраниях вносит дельные предложения, постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно, развит весьма гармонично, чистосердечен. Звёздного городка, кого тогда ещё и не было в те годы, это была военная городовая Чкаловская, вот он считался Звёздным городком. А Звёздный городок, который тогда назывался Зелёный городок, он только ещё строился. Но служебные помещения уже были, а жилых домов не было. Жили все в пятиэтажках, в том числе и Гагарин. Жил в пятиэтажках. Я помню, когда они появились, этот отряд появился на Чкаловской. Чем они выделялись? Что они были в одинаковой одежде. Вот у них были плащи одинаковые, всё было, шляпы, плащи такие длинные, они все ходили одинаковые. То есть мы не знали, кто они, но мы видели, что это кто-то необычный, кто приехал сюда. Потом уже после полёта Гагарина мы поняли, что это космический отряд, и уже тогда мы только поняли, кто они. Из воспоминаний лётчика-космонавта Алексея Леонова. Однажды после создания партийной организации на первом партийном собрании выступает один товарищ и начинает воспитывать, что мы прибыли сюда для того, чтобы решить государственную задачу. К нам серьёзно все относятся, нам читают серьёзные дисциплины, а два лейтенанта, Гагарин и Леонов, сидят на занятиях и играют в морской бой. Ужасно было стыдно. Мы сказали, что мы больше не будем. Я подумал, надо же, какие серьёзные ребята собрались. Они не шутят. И надо действительно прекращать эти детские забавы. Готовился корабль. Готовились и будущие космонавты. В полёте они встретятся с воздействием больших перегрузок, длительным состоянием невесомости, излечительными нервно-эмоциональными напряжениями. Когда сроки стали поджимать, это где-то как раз было лето 60-го года, и уже было понятно, что эти ребята, кто-то из них уже полетит скоро в космос. Изначально же планировали, что первый полёт состоится в декабре 60-го года. И что вот эти все 20 человек, они, конечно, готовы уже, фактически прошли теоретическую подготовку. Кто-то отсидел в барокамере, кто-то прошёл нагрузочные пробы на перегрузку. Кто-то уже там… В общем, прошли все основные подготовительные мероприятия. Кто-то раньше, кто-то позже. Нужно было выделить, поскольку создавались тренажёры, нужно было выделить из этих 26 человек. Евгений Карпов, который был первым начальником отряда космонавтов, он отобрал шестерых именно из сил своих соображений. Кто должен быть первым. Решаются – значит, провести экзамен. То есть просто понять, насколько готовы эти шестерые. Шестерые в начале января 61-го года сдают экзамен. Рассмотрев личные дела, характеристики и результаты экзаменов, приёмная комиссия записала в акте. Рекомендуем следующую очерёдность использования космонавтов в полётах. Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Какова была роль Королёва в этом выборе? Ну, везде пишут, что она очень значительная. Ему этот парень понравился своей непосредственностью. Много легенд тоже на эту тему ходят. Они очень похожи. Я им даже верю. Каким именно? Ну, в первую очередь, что когда первый отряд космонавтов подвели к космическому кораблю и предложили осмотреть этот корабль, Юрий Алексеевич разулся. Королёв был тронут. Да, конечно, он понял, что Юрий Алексеевич оценил труд от тех инженеров, рабочих, которые это всё создали. Я эту историю слышал, действительно. Мне кажется, и об этом много рассказывал, в том числе Борис Евсеевич, чертог, который был его очень близким другом ещё с военных, послевоенных времён, со времён Германии, и который работал с ним бок о бок все годы дедушкиной жизни, и потом ещё много лет он занимал руководящие должности в российском космосе. И он рассказывал тоже эту историю, что действительно, да, Юрий Гагарин был единственным, кто снял ботинки, и это, конечно, уважение к технике. А знаете, Сергей Павлович Королёв, он руководствовался принципом, что только очень красивое изделие может полететь в космос. Вот любое изделие для него было как живое. У него были каждое само по себе изделие очень красивые. Когда встал вопрос о выборе первого космонавта, то было предложено, на самом деле Сергей Павлович, мне кажется, и об этом рассказывали его друзья, хотел, чтобы был Юрий Гагарин, но, соответственно, надо было предложить две кандидатуры Хрущёву, потому что финальное решение на самом деле принимал всё равно Центральный комитет Коммунистической партии. И Хрущёву предложили две кандидатуры, Юрий Гагарин и Герман Титов. Хрущёв сразу заинтересовался, что это у него за имя такое нерусское Германы, почему это так случилось. И мы начали объяснять, что вот так и так, его мама так любила Пушкина, что Германы и прочее. Но объективно говоря, Юрий Гагарин был очень хорош по нескольким параметрам. Во-первых, он был действительно очень смекалистый, у него была очень хорошая, ясная, чёткая реакция. Он быстро воспринимал информацию. И кроме того, и я уверен, это тоже сыграло важную роль, у него было очень хорошее, открытое лицо и совершенно обезоруживающая улыбка. Королёв его выделял среди других. Но были сторонники и Титова. Были у Нелюбова, третьего космонавта, сторонники, в особенности в институте медицины авиационной, которые считали, что он душа компании, лидер. И вот если Нелюбов будет, то тоже в общем. Кстати, это малоизвестная история, но Нелюбов – очень трагическая же судьба. Он в итоге должен был лететь третьим, а в итоге после какой-то нелепой ситуации с дракой, причём где не он даже был заводил, его отчислили, он покончил с собой. Не полетел он не потому, что была драка, а потому что это программа длительного полёта на Востоке. Там же они планировали запустить Восток на 12-14 суток. В этом маленьком шарике, где Гагарин провёл один виток, а Титов провёл сутки, собирались сразу после этого пускать. Это очень сложный, тяжёлый полёт. Вы понимаете, каковы были компетенции Нелюбова, если его собирались отправить в такой длительный полёт. Можно даже в некотором смысле… Это будет натяжка, но если бы вы хотели превознести Нелюбова и сказать, что он был лучшим, то вам было бы всего лишь достаточно привести этот пример. То есть если человека готовят к полёту на две недели, значит он очень хорош. Эта программа была закрыта? Да, потому что оказалось, что там начало всё меняться. В силу того, что появились автоматические разведчики, военные увидели, что автоматические разведчики вполне себе справляются и без космонавтов, унифицированные с Востоками корабли «Зенит», только беспилотные, то решили, зачем всё это. И как-то эти все программы начали очень быстро сокращаться. За кем всё-таки было последнее слово в выборе первого космонавта? За Каманином, конечно. Собственно, Николай Каманин, который был руководителем проекта пилотируемой программы. Из дневников Николая Каманина, помощника главнокомандующего ВВС по космосу. Всё последнее время и сейчас, когда я пишу эти строки, меня неотступно преследует одна и та же мысль. Кого послать в первый полёт? Гагарина или Титова? И тот, и другой отличные кандидаты. Но в последние дни я всё больше слышу высказываний в пользу Титова. И у меня самого возрастает вера в него. Титов все упражнения и тренировки выполняет более чётко, отточенно и никогда не говорит лишних слов. А вот Гагарин высказывает сомнение необходимости автоматического раскрытия запасного парашюта. Во время облёта района посадки, наблюдая оголённую обледенелую землю, он со вздохом сказал, да, здесь можно крепко приложиться. Титов обладает более сильным характером. Единственное, что меня удерживает от решения в пользу Титова, это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полёт. Второй полёт на 16 витков будет бесспорно труднее первого одновиткового полёта. Но первый полёт и имя первого космонавта человечество не забудет никогда, а второй и последующий забудутся так же легко, как забываются очередные рекорды. Итак, кто же? Гагарин или Титов? У меня есть ещё несколько дней, чтобы окончательно решить этот вопрос. Трудно решать, кого посылать на верную смерть, и столь же трудно решить, кого из двух-трёх достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества. Герман Титов когда-нибудь в частных разговорах, может быть, в застолье, высказывал сожаления, вздыхал, что оказался вторым? Да, да, это у него было, конечно, у Герман Степановича. Мы всегда говорим, Герман Степанович, ну чего вы так переживаете? Ну, быть вторым – это же как? Какое же это почётное вообще звание космонавта? Нет, всё-таки вот мне хотелось быть первым. Но я должен сказать, что ведь полёт Титова – это уже сутки был. А это намного сложнее, чем один виток. Намного. Он себя не очень хорошо чувствовал, его мутило, как всех нас. Но он всё честно доложил, всё честно, как себя чувствовал, что происходило. Поэтому вот его полёт, он тоже, я считаю, можно назвать историческим, конечно, потому что это было уже несколько витков. Когда опять так же у меня спрашивают, почему именно Юрий Алексеевич был первым, а не Титов или Нинюбов, ну, это самый лёгкий ответ, по-моему. Юрий Алексеевич был коммунистом на тот момент, а Титов – нет. Хрущёв Титова принял во время полёта. В КПСС. Конечно. Притом без всякого кандидатского стажа. Последнее слово было за госкомиссией. И сейчас тоже последнее слово остаётся за госкомиссией. Всегда в комиссии есть кто-то. Всегда будут говорить, ты знаешь, потихонечку, там, вот ты первый, а вот он второй. Вот ты первый, а он второй, и ты уже ходишь, я первый, я первый. А госкомиссия на заседание встаёт председатель и говорит, вы знаете, а первый-то вот как раз второй будет. Всё в последний момент решается. Комиссия, как правило, за два дня до старта, на Байконуре. Кстати, когда стартовал Гагарин, заседание госкомиссии было прямо на берегу Сыр-Дарьи, на нулевой площадке, там такая беседка очень симпатичная есть, она сейчас там существует. Вот в этой беседке прямо на улице заседала госкомиссия, и там было принято окончательное решение, что летит Гагарин. Командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полёта назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича. Запасным пилотом назначить Титова Германа Степановича. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. «Знаешь, дорогая Валюша, как я рад. Хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу – проложить первую дорогу в космос». Полёты прототипов корабля начались в мае 60-го года. Должен был он лететь. До конца 60-го года был запуск. На самом деле там произошла чудовищная катастрофа в октябре. Взорвалась ракета, и маршал Неделин, который сидел возле этой ракеты в нарушении всех правил безопасности. Он должен был заставить нарушить правила техники безопасности своих подчинённых, поэтому сам сел, нарушая все правила и демонстрируя, что он такой смелый. Это была колоссальная ошибка. Далее потом ракета с собаками первая взорвалась, и корабль разбился. Далее успешно слетала «Белкая стрелка». Это был единственный полёт «Белки и стрелки» на прототипе корабля «Восток». Это единственный, перед полётом Гагарина, полностью, успешно прошедший полёт, без проблем. Из дневников Николая Каманина, помощника главнокомандующего ВВС по космосу. 5 января 1961 года. Много неполадок, мало испытаний. На всём печать спешки. А тут, не дай бог, американцы полетели. Да нет, они должны были. Они же всё время заявляли. Они в феврале собирались, потом в марте. То есть они шли вот так вот наздря в наздрю. То, что они полетели в мае, это тоже, опять же, вот их неуверенность в том, что всё пройдёт хорошо. И вот Королёв принимает решение. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Зажигание. Кетер. Я в зале один. Зажигание. Понял вас, даётся зажигание. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов. Через несколько минут могучий космический корабль унесёт меня в далёкие просторы Вселенной. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. Как всегда говорят люди друг к другу, отправляясь в далёкий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далёких и близких. До скорой встречи! Желаю вам доброго полёта! Поехали! Все системы и оборудование корабля работали чётко и безупречно. Это ложь, начало до конца. Он видел вот эти потоки плазмы, что вокруг него что-то горит. У него это была одна из них штатная ситуация, а всего у него было 12 в полёте. Но Советский Союз потом будет долгие годы скрывать эту деталь. Гагарин вошёл в комнату и со словами «Ну что, будешь кричать?» попытался её поцеловать. Когда его застукала за этим жена, он выпрыгнул с балкона. Ну, не был он чиновником, он хотел летать. Я боюсь, мама. Боюсь. Аварийная ситуация, которая закончилась гибелью Гагарина и Серёгина, развивается очень быстро. Такая же загадочная гибель, как Кеннеди. А зачем мы идём в космос? Это никто не знает. Юра, мы сел в королево...